Всем привет, с вами Яллгеймс и сегодня будет битва строителей, суть которой заключается в том, что я говорю подписчикам, что они должны построить и они это строят за 2 часа. Сегодня вы будете строить боевые вертолёты. Сейчас вы можете разбегаться по командам, пока я не запущу салют. Так, сейчас я запущу салют и мы будем начинать. Всё, вы можете начинать строить. Я буду к вам приходить каждые 10 минут и смотреть, что у вас получается. Прошли первые 10 минут, я начинаю смотреть, что у нас получается у участников. Первым, кому я пришёл, будет босс. Так, что у тебя тут получается, мне очень интересно. Ооо, ты вообще над деталями хочешь заморочиться, да? Босс делает квадратик, но не обычный, а с очень большим количеством закруглений. Короче, круглый квадрат, как бы это странно и не было. Такой закруглённый, это очень красиво смотрится. Ну, это всё, что построил босс. Сейчас мы идём дальше. Второе, кого мы будем смотреть, это... это... Артом... Три, два, пять, четыре, шесть, пять. Очень странно. Он начинает строить боевой вертолёт и за 10 минут у него получился вот такой корпус. Очень даже хороший прогресс. Он сделал место для заднего пропеллера. Ну, ещё впереди очень много тебе работы, конечно. Ну, давай продолжай. Такое у него основание корпуса получается. Ну, за 10 минут постройки ещё слабенькие, конечно. Дальше у нас будет Катэк. Катэт у нас строит боевой вертолёт из металла? Из титана? Не знаю, что за боевой вертолёт у него получится. Ну, ладно. А почему не из металла, как все? Это основа. Вот такую вот основу у нас построил Катэт своего боевого вертолёта. Ну, вы лучше посмотрите фотки в интернете. Там очень красивые даже есть боевые вертолёты. И у них даже лёгкие формы. Ну, а сейчас мы идём в следующую команду. Это у нас... Дальше мы будем смотреть постройку дизлайка. Дизлайка. Значит, нужно поставить противоположную отметку. Дизлайка начинает строить основу своего вертолёта. Вот такая у него она получается. Да, прогресса ещё мало, ещё очень-очень много работы впереди. Вот я пока что даже не вижу, где будут пропеллеры. Ну, ладно. Ну, за первые 10 минут постройки ещё очень слабенькие. Последняя команда, которой мы зайдём, будет жёлтая. С Амугусом. Амугус у нас начинает строить основу своего вертолёта. Вот такая она у него получается. Он начал строить не сам каркас, а именно полностью только заднюю часть. Место для заднего пропеллера и вот эту вот палку. Палку. Тут у него будет основной корпус. Пропеллер. Это сложнее всего строить, поэтому я думаю, он начал с этого. С самого лёгкого. Чему бы и нет. Это были все постройки за первые 10 минут. И мы вернёмся через 10 минут. Прошли 10 минут, и мы начинаем смотреть, что у нас получается у участников. Первый, кому я пришёл, это босс из чёрной команды. Привет. Ясно, у нас сегодня все мучены. Как мы помним, в прошлый раз у него был круглый квадрат с круглыми углами. Сейчас он уже добавил много чего. Он, используя этот квадрат, сделал вот такую вот форму. Типа сделал вот такие вот вырезы, и всё это смотрится очень красиво. Ну, посмотрим, что у тебя будет получаться дальше. Ну, а мы идём в следующую команду. Сейчас мы пришли во вторую, в синюю команду. С Артомом 32-54-65. Обожаю такие ники. Что у нас ты сделал? Всё это время, как видно по постройке, Артом 3-2-54-65 занимался передней частью своего вертолёта. Вот такую вот он переднюю часть сделал. Выглядит очень красиво. Сейчас мы пойдём в следующую команду, а это у нас зелёное, с катетком. Он продолжает делать свой вертолёт, который, заявил, будет очень красивым. Мне кажется, знаешь, что тут не хватает катета? Смотри. Это можно сделать основной частью корпуса, а тут сзади такую железку, и там этот. Поэтому его надо вот так сюда передвинуть, чуть-чуть вперёд постройку, и сзади такой длинный сделать. Зелёные краски. Делай, как вы хочешь, краски. Такая вот постройка получается у катета на данный момент. Вот и пытаешься сделать сложную форму, но дать тебе совет. Чем проще, тем круче. Хотя вроде бы как-то по-другому это звучало. Надо написать в комментариях. Ну ладно, пойдём дальше тогда. Не будем отвлекать. Сейчас мы пришли к дизлайку. Дизлайку. И вот такой вот у него боевой вертолёт получается. Мне кажется, он немножко маленький. Ну посмотрим, какой он получится. Я сначала когда посмотрел, подумал, это самолёт. Я такой, он аж не самолёт вроде бы. Ну посмотрим, мини-боевой вертолёт. Это вообще что такое? Ну это круто. Ну и сейчас мы пойдём, наверное, в последнюю жёлтую команду. Сейчас мы будем смотреть постройку Амугуса, который у нас начал строить сразу заднюю часть. Знаешь, Катет начал переднюю часть строить, а ты заднюю. Если объединить, то получится готовый боевой вертолёт. Генеально, да? Получается, что ты добавил? Во-первых, ты всё это покрасил. Также добавил внутри часть пропеллера. Ну то есть, сам цельный пропеллер. Ну и также сзади вот такой вот интересный декор он сделал. Прикольно. Ну, чтобы летал. Ну я думал, вертолёты летают от главного пропеллера. А нет палочек. Ну ладно. Но это смотрится очень красиво. Ну что ж, это были все постройки за эти 10 минут. Сейчас мы будем ждать ещё 10 минут. Прошли 10 минут, и мы начинаем смотреть постройки. Начинаем с босса, а точнее чёрной команды. Что же ты сделал за эти 10 минут, мне очень интересно. Получается, босс начал делать новый вид формы. Это тот же квадрат закруглённый, но уже его ширина теперь стала гораздо меньше. Вот такую вот форму сделал он. Смотри, полчаса, и это вертолёт. Да уж, очень много работы. А вот уже прошло полчаса. Ну зато получается очень красиво. Ладно, думаю, мы пойдём в следующую команду. Сейчас мы пришли к Артему 3, 2, 5, 4, 6, 5. Круто. И что же ты сделал за эти 10 минут? Как сразу можно понять, он сделал корпус. За 10 минут прошлые он делал вот эту часть корпуса. Он продолжает делать корпус, только уже вот эту часть корпуса. Именно саму кабину. Она такая у него из золота получается. Также места для ракеты, я так понял. Ну и сейчас он это доделает и приступит к этой части, потом к этой, к этой. Так пока не закончат. Это не ракеты. А что, вентиляторы? Думаю, вот сейчас пойдём в следующую команду. К Катету. Сейчас мы пришли к Катету, который строит боевой вертолёт. Да уж, боевой вертолёт. Вот такая передняя часть получается у Катета. Я дам тебе рекомендацию. Можно было её сделать квадратной, но больше окон, тогда было бы красивее. Ну, не знаю, как это объяснить. Ладно, давай пойдём тогда в следующую команду. О, ой. Я вернулся, всем привет. Сейчас мы будем смотреть постройку дизлайка. За эти 10 минут он сделал основной пропеллер, то есть вот этот верхний. И также продолжает делать корпус. Что точно добавилось, я не знаю, потому что я не знаю. И последний, к кому мы пойдём, это Амогус. Так, Амогус, Амогус. Это что-то пропеллер такой, мне интересно. Типа, есть такие двойные, а есть что-то вот такие, которые... Как вентилятор, типа, многого постигнет. Но и также он начинает строить переднюю часть самой постройки. Вот, свет поменять немножко надо. Да, тут какая-то радиация. Или много-много злых мух. Так что, ой, то есть, этих, пчёл. Так что бежим. Прошли 10 минут, и мы начинаем смотреть постройки. А начнём мы с босса. Получается, те самые квадратики, которые были сплющенными, так сказать, они были вообще... Их толщина была очень маленькая. Вот сейчас он из них сделал такие вот трубки. И поставил их вот сюда. Ты можешь рассказать, что это такое? Я в вертолётов не разбираюсь. Я в вертолётов не разбираюсь. А чё ты тогда делаешь, если не знаешь, что это? Вероятнее всего, это какие-то дымовые трубы. Или ракеты. А, это же вентилятор большой. Ты вентилятор 40 минут строишь. А ещё сам вертолёт надо построить. Ну ладно, думаю, мы пойдём в следующую команду. Идём к Артёму. 3, 2, 5, 4, 6, 5. Так, здравствуйте. Сейчас я иду смотреть вашу постройку. Ну и как я и говорил, Артём 3, 2, 5, 4, 6, 5 закончил с этой частью корпуса. И начал делать заднюю часть корпуса. Вот так она у него выглядит. Знаешь, это похоже на лодку или на самолёт? Потому что главного пропеллера нет. Когда его добавишь, наверное, всё нормально. Но это пока что всё, что ты сделал. Сейчас мы идём к КТ. Что у КТ? Офигеть, боевой вертолёт у него. Похоже на бутерброд. Ну ладно, мы, наверное, пойдём в следующую команду. Думаю. Он будет на дистанционном управлении, потому что я его сделал слишком маленьким. Тем временем, маленькая конфетка. Да, меня не существует. Хотя, кстати, можно. Типа, и грузочный боевой вертолёт для боевых действий. Гениальная идея. И что у тебя изведилось за 10 минут? Я так понял, всё, что изменилось, это заднюю часть корпуса. Два из-таки наклоны, и всё. А зачем мы добавим ему крылья? Это уже не самолёт. Он похож на лодку. Сейчас я пришёл к Амугусу, который строит переднюю часть своего вертолёта. А если так посмотреть, то я на пришельца похож. Стой, встань-ка сюда, Амугус. Амугус, встань под стекло. Оооо. Два пришельца стоят и чего-то ждут. Такие вот у тебя получаются красивые наклоны. Крутой вертолётик у тебя получается, очень красивый. Хотя, правда, немножко инопланетянский. Или этот. После какой-то ядерный, или типа такого. Ядерный боевой вертолёт с ядерными бомбами. Хотя, наверное, ядерный бомб всё-таки не будет. Но будут бомбы. Ииии. Ракет. Сона боевых действий. Камера, отходим. Это были все постройки за эти 10 минут, и сейчас мы идём отдыхать. Прошли 10 минут, и мы начинаем смотреть, что у нас получается у части. Первая постройка, которую мы будем смотреть, от босса из чёрной команды. С этим, мне кажется, ничего не менял. А вот начинаешь делать сам корпус. Спустя 50 минут ты только начал делать корпус. А ещё механизм уже надо делать. Я даже не знаю, что это такое. Вот есть какие-то круги и какие-то цилиндры. Пока что очень даже непонятно. А сейчас мы пойдём дальше. К Артёму 32, 54, 65. Сейчас мы будем смотреть, что у нас получается у Артёма 32, 54, 65. Как видно, он полностью закончил корпус. Вот эту именно заднюю часть. И также сделал... Вот здесь немножко задекорировал перед задним пропеллером. И начинает делать основной пропеллер. Ну, почти. И вот такой вот он делает сверху пропеллер. Также у него такие вот неоновые вентиляторы. Ну, и это всё, что построил Артём. Сейчас мы идём к Катэку. Вот вертолёт Катэка. Ну, вот такой вертолёт получается у Катэка. Очень странный такой бутербродик. Я ещё такие вертолёты, если честно, нигде не видел. Очень необычно. Ну, и также вот такой вот сзади пропеллер. Ладно, мы, наверное, пойдём дальше. Я не видел, чтобы ещё в какой-то стране полетали вертолёты такие, похожие на бутерброды с окошками. Сейчас мы будем смотреть, что у нас получается у Дизлайка. Вот такой мини-коптер получается у Дизлайка. Он сюда ставит пушки. И у него, можно сказать, почти что готов вертолёт. Я рекомендую тебе добавить тогда ракеты и всё, всякое такое. Ну, и думаю, мы сейчас пойдём в следующую команду. А следующую у нас Амугус. Со своим атомным вертолётом. А чё он меня не принял? Ну, чё он меня не принял? Вот что получается у Амугуса. Он продолжает делать кабину и перекрасил её в синий цвет, а не, как это было до этого, зелёный. Такая у него получается кабина. Он сейчас делает именно заднюю часть кабины вот эту. У него получается очень красивый вертолёт. Значит, чё я тебе посоветую? Вот это впереди штуку превратить в мини-ган, который будет стрелять. А чё, как будто будет. Но это всё, что изменилось у Амугуса. И мы снова идём отдыхать. Я пришёл к боссу, так как прошло 10 минут. И то, что я называл корпусом 10 минут назад, оказалось пропеллером. Получается, у тебя есть пропеллер, вентилятор, а корпуса нету. Максимально странно. Ладно. Это всё, что у нас сделал, получается, босс за эти 10 минут. Целый пропеллер, это много. Дальше мы идём к Артёму 32-54-65. Скоро, блин, твой ник выучу. Так, я вижу какую-то табличку. Помогите меня едят комары. Представь меня тоже. Получается, ты добавил вот эти пушки, вот эти ракеты, механизмы. И я думаю, ты всё это время просто занимался механизмами. Получается, он у тебя будет просто вперёд летать, вверх, вниз. И также стрелять из пушек. А, давайте пойдём в следующую команду, к Катету. Да, что за хлебный вертолёт. Прошёл уже 1 час. И вертолёт, который похож на бутерброд. Планеты марсианской. Дальше мы идём к дизлайку. Ну, дизлайк, как я вижу, у пушек поставил прозрачность на 100%. Офигеть, это ты сделал за 10 минут? Что ещё ты сделал, мне интересно. Ну, короче, сделал прозрачность у пушек на 100% за 10 минут. Так, мы пришли к Амогусу. К Амогусу. Получается, что ты у нас сейчас делаешь? Ты полностью закончил этот корпус. И сейчас начинаешь делать пропеллер. Ты этот, вставай и продолжай строить. Давай, я тебе за это один хлеб дам. Прошло полчаса. Я решил приходить чуть-чуть пореже. И поэтому сейчас я буду смотреть постройку босса. Давайте начнём. Так, что у тебя тут добавилось? Мне очень интересно. Получается, босс за это время полностью закончил пропеллер. И начал делать корпус. И у него проблемы с корпусом. Он не знает, как его сделать. Вообще не знает. Нету идей, как из этого сделать корпус. Также у него добавилась вот такая вот интересная, странная деталь. Наверное, для переда. Или для зада. Даже не знаю. Но это всё, что сделал босс. Мне интересно, что другие сделали за полчаса. Что тут? А, ты вот тут, да? Посверху. Под пропеллером. Прикольно. Давай-ка я сейчас посмотрю, что у нас там получается. Например, у Артёма. 32, 54, 65. Так. Помоги меня, едят комары. Единь меня тоже. А, стоп. Я эту табличку уже видел где-то. Так, получается. Я сразу вижу, что тут у нас добавилась вот такая вот платформа. На которой, собственно, стоит этот вертолёт. У него есть вот такой вот интересный камуфляж. Бомба, которую сделали в Китае. Знаешь, как и PlayStation 4 из Китая, которую один из набитых строителей привезли. Я его открыл и улетел в далёкое царство-государство. Вот такой вот у него красивый камуфляж. И также у него три добавилась кабина. Я бы хотел на неё посмотреть, конечно. На, круто я в неё залез. Сам без понятия, как. Тут есть три стульчика, две кнопки и кресло-пилота. Ладно, думаю, на кнопки я не буду нажимать, а то ещё что-то испорчу тебе. Потом вообще бежать придётся. Сейчас я пойду к КТ-ку. Мне интересно, что ты добавил в свой путеролёт. С двумя пушками, пропеллером и ещё чем-то. О, дверь. В неё можно залезть. Ну и тут куча оружия. Ну вот такой вот вертолёт. Даже провода есть. Я старался. Молодец, что старался. Винты рабочие. Автобусолёт. Ладно, это у нас была постройка КТ-та. И дальше я иду к нашему... К нашему дизлайку. Я вижу, что тут добавилось кресло-пилота. Так как это дистанционно управляемый боевой вертолёт. Он будет управляться отсюда. Также он добавил колёса за эти полчаса. Ну и, наверное, всякие фишки для управления. Не, пойдут дальше. Кому? А, Монгус, ты чё, полчаса тут висел, что ли? Да, не висел, наверное. Получается, ты установил пропеллер. А, вот этот, сверху который. И также доделал, наверное, механизмы. А, нет, я кресло-пилота не вижу. Это бомба. Такая бомба, и вот такой снаряд. А, это, наверное, ракента, а это бомба. Кольно. Выглядит, знаешь, как будто какие-то два снаряда. Мощные только. Оно сразу включилось. Вот этот, блин, снаряд взорвётся, улетишь куда-то. Блин. А этот пропеллер чё-то ещё не заработал. Но тебе осталось делать только механизм, чтобы он летал. И это всё установить. И у тебя, можно сказать, готово. Но ещё у тебя много времени. Спасибо. Прошли 30 минут. И наше время подходит к концу. И мы начинаем финальный обзор всех построек. Первая построек, которую мы будем смотреть, от Arthom325465. Вот такой у него получился боевой вертолёт. У него имеется вот такой вот камуфляж. Очень красиво он выглядит. Такие вот полосочки у него. Также у него имеются вот такие вот огромные бомбы, которые сделаны в Китае. И ещё у него есть вот такие вот прикольные колёса. Его шасси. Задний пропеллер. Основной пропеллер. Вентиляторы с неоном. И также вот такой вот красивый лоб. Сейчас посмотрим его управление. Так, давай, я залезаю сейчас вот на этот стульчик. И как мне летать? Так, я нажал на кнопку F и могу... О! Стрелять огромным количеством пушек. Прикольно. Дальше у нас есть ещё две кнопки. Но я бы хотел узнать, как мне полететь куда-то. Так, тут у меня внутри имеются две кнопки. Я на них нажал. И тем самым активировал все два пропеллера. Вот первый и второй. Х вверх. Зед вниз. О, как это ты сделал так? Ааа, я, кажись, понял. У него это ракеты такие, да? Ну, короче, это ракеты. Я могу вот так взять и подняться наверх. Вот так. Кнопочку нажать. И вот я поднимаюсь наверх. И всё это при помощи ракеты, которая так наклонена. Буква А и у нас что делает? Опа-на! Запустил одну бомбу. Сейчас попробуем вторую. Так, давайте на... Вот эту. Опа! Китайская бомба летает мощно. Сейчас я попробую просто полетать. Так, вот я нашёл клавишу. И вот так вот я могу летать на этом боевом вертолёте. Получается, у него из вооружения две огромные бомбы из Китая. И также вот такие вот пушенцы. Как я это по себе сам попал. Может просто летать. Также он может просто подниматься. Или просто опускаться. Оп. Вот так я просто могу парить в воздухе при помощи ракеты. Очень прикольно. Просто беру и поднимаю её вверх. Но я не могу это выключить или просто вот так летать. Вот такой боевой вертолёт получился у Артома 32-54-61. Очень прикольный. И сейчас мы посмотрим следующий вертолётик. Так, Дизайк, где же твой радиоуправляемый вертолёт? Посмотрим сначала на внешний вид. Тут имеется вот такое вот шасси. Такое вот. Три колёсика. Также ух топ. Также у нас тут есть вот такие вот пропеллер верхний. Заднего у нас, к сожалению, нету. Пушки. Вот с таким декором. И это весь вертолётчик. Можно я им поуправляю? О. Летает он на шариках. Получается, он может подниматься на шариках и вот так вот стрелять. Ну, к сожалению, пропеллер у него не крутится. И вот такой вот простенький это вертолёт. Маленький, простенький. Мне кажется, ты играешь с телефона, потому что ты не можешь ничего привязать. И давайте сейчас смотреть тогда следующий вертолёт. От Катета. Так, сейчас мы будем смотреть вертолёт Катека. Он у него получился как летающий автобус, когда я в последний раз смотрел. Так я его назвал. Летающий автобус, короче, военный. А, дверь. Угу, понятно. Провода всякие, пушки, всё такое. Кнопки? Нет, не кнопки. И также есть какая-то красная кнопка, которая активирует вот этот пропеллер. А мне интересно, почему он развернулся на 180 градусов? Ну, ладно. Попробую я всё-таки на нём, наверное, полетать. Так, ага. Пушки есть, самое главное. Ай! Ай! Чё, блин, такое? Бинды! Чё? Это что такое вообще? Смотри, он сам может ехать, даже без моей помощи. Вот почему не делают такие толстые пропеллеры, теперь я понимаю. Короче, на нём можно летать, это самое главное. Круто я на нём летаю вообще офигенно. Ладно, давай, я полетел. Давай-ка я попробую врезаться вот в этот военный вертолёт. Ой, блин, куда это я лечу? А ну, стоять, не двигаться. Я тебя сейчас догоню. Ай! Зачем я это включил? Чё это такое? Ну, тут есть режим самоуничтожения, как я понял. Ну, вот такой вот вертолёт, который даже сам может летать. Олд Спак строил вертолёт. На другом сервере строил. Я подумал, почему бы его вы не взять. Смотрите, какой у него крутые пропеллеры. Вон, офигенные. Они так красиво выглядят там, крутятся, да? Так, сейчас я попробую... Ага, я нашёл пушки! Из пушек стрельну аж отлетел. Мда уж. О, полетел! Так, ну ладно, тогда мы сейчас посмотрим последний вертолёт Амогуса, который он так долго строил, и будем начинать битву. Ну что ж, давай начнём смотреть твой вертолёт, Амогус. Можешь открыть мне кабину? Круто, у всех кабины без коллизии. Так, нажмём на кнопку номер один. С помощью неё можно стрелять. Также есть кнопка... Ага, П. Ого, я сам поднимаюсь. Видите, это как? Я сам поднимаюсь. И как это, мне интересно? А, это шарик, да? Всё понятно. Похоже на Амогус. Амогус, мне очень, этот... У тебя тут странный немножко вертолёт, если честно. Смотрите на меня, пожалуйста. Надо бы посмотреть. Это что такое? Это что за комбо? Но зато он может сам подниматься. Это тоже круто. Также он может просто так летать вперёд, и вот так вот стрелять. Да, вот так. Я могу вписаться в вашу битву, и там пострелять вас. Ой, а как спуститься? Как спуститься? Придите на мою базу со своими вертолётами! На этом всё. А если вы хотите увидеть больше челленджей, то заходите в прелизм «Битва и прятки». Ну а с вами был Геймс. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok